Вот зря вы не смотрите программу главного кремлёвского упырька Киселька. Слушайте, он там такую ахинею нёс в крайний раз в минувшие выходные, в своей последней программе. Я очень надеюсь, что последней. Это проект реальной журналистики Кремлёвская обсерватория. В этой программе мы будем обсуждать самые абсурдные новости, которые появляются в ленте. К сожалению, сегодня таких новостей большинство. И тем не менее, может быть, что-то пропустили, может быть, чего-то не заметили. Поехали! Ну и раз про Киселька уже начали, для начала, ребята, вы должны это услышать. Потом продолжим. Нам всё чаще говорят о грядущем глобальном экономическом кризисе. Международная турбулентность зашкаливает уже сейчас. Россия на общем фоне оазис стабильности, тихая гавань. Нам что, приключений остро захотелось? Неужели безразлично, кто в столь зыбкие времена будет стоять у штурвала? Мы ведь лишь при Путине исторически совсем недавно стали доверять государству и прекратили бояться хранить деньги в банках и в рублях. Ух ты, а жизнь-то налаживается. Вот зря вы Киселька не слушаете, потому что взрывки, прорывы и так далее и тому подобное. Очень жаль, что господин Киселёв не затронул другую тему. Это сообщение прилетело в конце прошлой недели. Рынок российских акций обрушился, причём серьёзно обрушился, в среднем примерно на 5-7 процентов. Если кто не понимает, что такое российский рынок акций, короче, стоимость российских предприятий рухнула. Но забавно, как об этом написали пропагандисты. Ребят, это надо прочитать, давайте вместе это сделаем. Оказывается, что рынок российских акций рухнул-то из-за коронавируса в Китае. Вот же ж, блин, нашли наконец крайнего. Коронавирус, оказывается, во всём виноват. А я-то думал, недоумки, сидящие в высоких кабинетах, занимающие ответственные посты, не разбирающиеся совершенно в экономике, которые, по-моему, только вредят. Наверное, каждый из вас много раз слышал эту историю, что, друзья, вам пора слезать с нефтяной иглы. Об этом говорили с начала 2000-х годов, причём как российские, так и зарубежные экономисты. Они объясняли, почему это плохо. Потому что привязывать экономику целой страны к одному единственному рынку, к рынку углеводородов, это не есть хорошо. Не дай бог, что на этом рынке случится, начнёт его лихорадить, там нефть в цене упадёт, газ и так далее. Всё, экономика всей страны разом пошла на дно. Я вам докладываю, за последние две недели цена барреля нефти опустилась с 70 до 50 долларов. Слушайте, это серьёзное падение. А дело в том, почему это плохо для россиян. Дело в том, что наш бюджет рассчитывается, утверждается, исходя из цен на нефть. И вот то, что они упали пока, там почти на 20 долларов. Почему говорю пока? Потому что неизвестно, как рынок поведёт себя дальше. Как вы думаете, кто эти потери будет компенсировать? Докладываю. Это будешь ты. И вот ты. И я. Мы все дружные, мы эти потери компенсируем. Поэтому не надо радоваться. Второй момент, чем плохо. Мы же тем самым привязали себя ещё к американскому доллару. Почему? Потому что углеводороды, нефть и газ продаются на мировом рынке за доллары. Может быть, опять же, нам кажется, что это не так страшно. Но давайте вспомним 2008 год, когда в Соединённых Штатах Америки, в далёких Соединённых Штатах Америки, грохнул кризис ипотечный. А по башке прилетело Вася из Саратова, Федя из Воронежа, Леня из Уфы. Как это может быть взаимосвязано? А вот так вот и взаимосвязано. Потому что мы ещё с 90-х годов привязаны к этому самому доллару, привязаны к этому самому рынку нефти. И когда там что-то происходит, когда доллар начинает скакать, это всё бьёт по нашей экономике. Именно поэтому нам постоянно говорят, услизайтесь с нефтяной иглы, не складывайте яйца в одну корзину. Я думаю, даже баба Аня, которая сидит на лавочке возле твоего подъезда и прославляет Путина об этом, знает, что вообще любой человек, который есть хоть какие-то сбережения, никогда не хранит в одном банке. Как минимум в двух разных банках, на всякий случай, как минимум в разных валютах. Доллары, рубли, евро, опять же на всякий случай. Только наши бравые экономисты понятия не имеют, зачем это делать. Более того, вот мы начали с того, что рухнул российский рынок акций из-за коронавируса. Почему? Объясняют. А тут вывод сам собой напрашивается по всей вероятности. Китай сегодня наш единственный партнер. Ух ты! Вот это поворот. Это первый звоночек, а дальше будет веселее. Вот теперь самое смешное. Никаких там ответных санкций Китаю мы врубить не можем, если сейчас начнутся перебои по всем фронтам. А 9 предприятий из 10 сегодня зависят от этого Китая. Почему никаких санкций не последует? Да потому, что этот самый коронавирус это форс-мажор. В любом договоре, кто хоть немножко в этом разбирается, такие вещи всегда прописываются. Поэтому то, что они перестали нам поставлять какие-то комплектующие, перестали какую-то, снизили активность на внешнем рынке, снизу взятки гладкие. Поэтому, ну что я могу сказать? Владимир Путин молодец! Политик, лидер и борец, эффективный менеджер, твою мать! А пропагандисты, тем не менее, не успокаиваются, продолжают нам врать о рывках и прорывах. Россия продала Великобритании золото на рекордные 5 миллиардов долларов. Речь идет о том, что в 2019 году наша страна экспортировала этого самого золота почти на 6 миллиардов американских рублей. Из них, как я сказал, выше на 5 миллиардов в Великобританию золото ушло. Это в 8 раз больше, чем в 2018. При этом добыча ценного металла возросла всего на несколько процентов. Интересно, девки пляжут! Ни одно государство в мире не вывозит за пределы своих границ вот этот вот металл, потому что нравится кому-то или нет, золото является гарантом стабильности. Для любой экономики, любой страны, потому что все вот эти вот бумажки, доллары, рубли, евро, юани, это всего лишь бумажки. Они должны быть чем-то обеспечены, обеспечены, они, как правило, золотом. Это самый главный, самый основной актив, который, может быть, у государства, его не вывозят. А мы за последний год только на 5 ярдов в Британию спихнули. Этого золота еще непонятно по каким ценам. Я не уверен, что все эти деньги поступят в бюджет, поступят в казну. Ну, дай бог, если из тех 5 миллиардов миллиард. Ну что, дорогие ватники, я вас поздравляю. Нас в очередной раз кинули, вы можете дальше сидеть, орать и прославлять своего любимого, эффективного президента Путина, который просрал все. Это надо быть идиотом, чтобы радоваться такому событию. Знаете, пока сегодня мы еще просыпаемся с голой жопой. Но очень может так статься, что в обозримом будущем мы будем просыпаться и узнаем, что даже та самая голая жопа нам не принадлежит. Все. Это была реальная журналистика, спецпроект Кремлевская обсерватория. Увидимся, услышимся уже в пятницу, а завтра традиционно программа реальная журналистика. Все, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова